До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт в бисфарм симуляторе, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечу, потому что эта группа уже работает больше двух лет, а это значит группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. Ииии всем привет дорогие друзья, Косик Паупа у нас в связи и сегодня у нас выходит новый замечательный топовый ролик. Так что перед началом этого ролика ставь лайк, подписывайся на канал с колокольчиком, чтобы не забывать о моих новейших бомбических роликах. Ну потому что если ты подписан с колокольчиком, то колокольчик тебе оповещает о моих новых замечательных роликах, так что не забывай это обязательно делать. И также, ребята, пишите интересные комментарии, допустим, опишите, что вы добыли в симуляторе пчеловода за столько-то дней, допустим, опиши, сколько ты вчера нафармил, сколько ты сегодня нафармил, что ты сегодня сделал в симуляторе пчеловода, или, допустим, расскажи какую-нибудь историю симулятора пчеловода, какую-то интересную. И также, как опишешь свою историю, напишешь, сколько ты там нафармил, допустим, можете разные интересные комментарии описать, все комментарии я читаю, ставлю вам лайки и также добавляю вас, друзья, к себе на аккаунт в Роблоксе, то есть вот на этот аккаунт на Костю Паупау, то есть в конце просто нужно, вот вы написали целый комментарий, в конце вы указываете свой ник в Роблоксе, чтобы я вас добавил, друзья, так что не забывай писать. Ну а кому вообще нечего написать, то вы можете описать, что мы сделали в прошлом ролике, то есть опишите, что о чем я вам рассказывал в прошлом ролике, что мы делали в прошлом ролике, в принципе, описывайте, в конце указывайте свой ник и я вас добавляю в друзья, то есть об этом не забывайте вообще. В общем, сегодня реально будет крутой ролик, переходим к ролику, да-да-да, так что перед началом этого ролика, пожалуйста, не забудь поставить лайк, а если ты еще и не подписан, то подпишись, потому что обязательно нужно это делать, потому что ролики действительно очень-очень интересные и очень полезные для тебя, так что не забывай. В общем, за этот ролик, ребят, я хочу набрать 195 лайков, как только мы набираем 195 лайков, сразу же я выпускаю новый, интересный, замечательный, крутой ролик, так что не забывай обязательно это делать. Дайм лайкосы и Костя будет бомбить хоть каждый час видосами, как только мы набираем лайки, сразу бомблю видосами, так что не забывай. В общем, погнали уже к ролику, что-то я затянул. В общем, в чем будет заключаться ролик? Я, как вы знаете, общаюсь очень часто со своими подписчиками в Дискорде, где можно найти ссылочку на мой Дискорде, в принципе, ссылочка на мой Дискорд сервер в описании каждого ролика, так что можете переходить в описании этого ролика и переходить по ссылочке к нам в Дискорде. Там я общаюсь с своими подписчиками, вы, вот именно ты, подписчик мой, друголючек или подружечка, пришел на мой ролик или пришла на мой ролик, ты можешь перейти в мой Дискордик, там я общаюсь с вами, также вы можете предложить свою идею для нового ролика, что-нибудь интересное и я обязательно это засниму. Говори, что тебе интересно, о чем ты хочешь узнать, я обязательно тебе расскажу. В общем, можете писать в Дискорде. В общем, почему я договорил про Дискорд, в общем, ребят, переходим. Подписчик меня попросил заснять, Костя, в какую пыльцу все же лучше идти, в какой-какой улей нужно делать, чтобы фармить больше, сегодня я вам об этом расскажу. Также, ребят, я оставлю в описании все тайм-коды, точнее все ссылочки на ролики и ссылочки на улья, то есть там белый уль, красный и синий улей. Оставлю обязательно, сможете посмотреть мои старые ролики, где я вам рассказывал про улья. А сегодня я буду вам рассказывать более такое полноценное видео, все как нужно делать. В общем, как видите, ребята, у меня есть вот такой вот мой аккаунт, тут у меня синий улей. Но, ребят, не торопитесь такой улей делать, потому что тут нужно думать очень хорошо головой перед тем, чтобы что-то делать. Так что подумайте перед началом, а лучше досмотрите этот ролик до конца. Тогда вы более поймете, в чем заключается смысл ульев и как нужно фармиться, то есть и как можно больше фармить. Но это нужно как бы все именно изучать. В общем, погнали. Как вы знаете, вот с нами тут всякие игроки есть. Давайте посмотрим на, например, давайте вот два уля есть. Давайте посмотрим на этом уле. Тут более такой интересный уль, так надо как-то отойти, чтобы мои пчелы не мешались. Блин, я своих пчел не могу убрать, да? То есть, если я вот так поставлю, да? Ничего не меняется, если я вот так делаю. А, тогда я вижу пчел другого. Так, это мне не нужно. В общем, как вы видите, тут есть у какого-то человечка, у какого-то другалечка, вот такой вот улей. Тут разные пчелы. Ребят, с самого начала, как вы заходите в игру, вы начинаете развиваться в этой игре. Ссылочка, кстати, на игру в описании, да? Вы начинаете развиваться в этой игре, вам нужно делать каждый тип пчелы. То есть, вы сделали раз тип пчелы, потом два, вам нужно получать каждую пчелку. То есть, вам нужно будет получать любой вид пчелы. То есть, чтобы у вас пчелы не повторялись. Если они повторяются, на начале можно оставлять повторочки. Но потом нужно делать каждую пчелу по-своему. То есть, смотрите, у вас есть одна такая, вы оставляете одну такую. Потом делаете такую одну пчелу, одну такую, одну такую. В общем, каждого типа пчелы вы делаете по одной штучке. Потому что вам нужно будет фармиться в квестах. То есть, как вы заходите, делаете себе каждую пчелу по одному типу и идете фармиться. То есть, берете там квест, на букву Е нажимаете. Тут берете квестик у любого медведя. То есть, тут есть много NPC медведиков. Берете у них квесты и идете выполнять. То есть, вы сможете, если у вас будет каждая пчела по одному типу. То есть, одна пчела вот такая, одна пчела такая, одна пчела такая. И вот такой вот весь улей. То есть, по одной пчеле. Могут повторочки быть две, но ничего страшного в этом. И выполняете квестики. Так вы будете на каждом поле фармить очень хорошо. Абсолютно на каждом поле. То есть, вы и на белом, и на красном, и на синим сможете фармить. То есть, для квестов это просто офигенно. После того, как у вас уже появилось, допустим, 45 пчел. То есть, у вас уже 45 слотов. Как видите, у меня 50. Ну, можно начинать, когда у вас уже как минимум 45 пчел. То есть, тут у чувачка, у другалечка, сколько у него? 39 пчел, да? 39 же у него. Так, следующая будет. А, нет, у него 44 пчелы. Ребята, я же не ошибаюсь. Давайте почитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 на четыре. 9 на четыре. Сколько будет? 36, если я не ошибаюсь. 30, 30, 30, 36 должно быть. 18 плюс 18, 36. Все правильно. 36, так. 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44. 44 пчелы. В принципе, тут уже вот этот человечек начинает, видите, понемногу набирать мификов. То есть, чтобы переходить в определенные ули. Я так понимаю, я понимаю то, что он, наверное, идет в синюю улью, потому что я смотрю по тапочкам. Тапочков у него очень много. Смотрите, ребят. Как же вам сказал ранее, я оставлю ссылочки вам под этим видосиком. Как делать красный, как делать белый и как делать синий улью. То есть, я подпишу там красный улью, синий улью, белый улью. Сможете перейти и посмотреть, как делать определенный улью. И делайте по-своему. Но вы делаете немного потихоньку. То есть, вы берете, начинаете убирать одну пчелу, вторую. Там убирать из таких плохих пчел, которые вам не нужны. Если вы идете в синий улью, то вы убираете красных и белых пчел. Если вы идете в красный улью, то вы убираете белых и синих пчел. Но если вы идете в белый улью, то вы убираете красных и синих пчел. То есть, как определить, какая пчела по типу. То есть, мы заходим на Bumblebee. Как видите, тут отображается Blue, то есть, синяя пчела. Допустим, мы зайдем на красную пчелу. Вот, видите, она даже красненьким таким посвечивается. Вы заходите, тут написано Red. То есть, Red пчела. И вот так вот понимаете. Как определить белый? Да. И это значит белая пчела. Ну, вот тут даже можно по этой штучке, по этой рамочке, заметить, то, что это белая пчела. Вот так заходите. И тут можно понять, вот по этой штучке, то, что это беленькая пчела. И, в общем, как-то так делайте. Ссылочки на, какие улей делать, я оставляю в описании, чтобы вы понимали более, как переходить улей. Там более я хорошо объясняю вам Там более понятны Также там указаны скрины топовых улев И вы это все смотрите Надеюсь видео было понятно Если что-то было непонятно Пожалуйста спрашивайте в комментариях На комментариях к которым ребятам было непонятно Я буду отвечать и более объяснять То есть Чтобы делать в начале Чтобы переходить в какой-то улей Вам для начала нужно набрать разнообразный улей То есть каждого типа по одной пчелы И вот так вот делаете улей Пармите и после того как у вас уже будет 45 слотов пчел Ну вот 44 ладно 44 слота пчел Но лучше чтобы у вас было 45 слотов пчел Вы уже переходите в какой-либо улей Если у вас нет 45 слотов То есть 45 пчел То не советую никуда переходить Потому что очень может вам это навредить То есть как-то так Обычно делают топеры Так как вы знаете у меня есть аккаунт от Nubada Pro Кто смотрит серию от Nubada Pro Вы видите то что я там перехожу в синюю пыльцу Но я делаю это все умное Кто смотрит серию от Nubada Pro Тот знает как перейти в принципе в синюю улей Но мало ли вы не хотите переходить в синюю улей Может вы хотите в красный Может вы хотите в белый Так что ссылочки на видосики Как перейти в белый Как перейти в красный Как перейти в синюю улей Я оставлю в описании Так что обязательно смотри Если тебе будет интересно В общем И так же Как только набираем мы 195 лайков Я сразу же выпускаю новый топовый ролик Так что на связи был Костик Пау-Пау Всех жду завтра на новом ролике Надеюсь что мы успеем набрать 195 лайков За там несколько часов Будет на самом деле круто И мне будет очень-очень-очень-очень приятно В общем на связи был Костик Всем пока-пока Оставайся добрым Будь мудрым